Ну что я могу сказать? Вернулась. Я теперь в греческой тематике пребываю. Для меня очень многое открылось, поскольку пришлось читать великих. И слова, что в одну реку дважды не возёшь, Геродота, теперь для меня приобрели особый смысл. Но то, что всё течёт, всё изменяется, и вода уже другая, это тоже правда. Но самое главное, что стоят великие памятники, что работают люди, с которыми пройден очень большой долгий путь. Но самое радостное, это то, что я здесь получаю огромное удовольствие, давая какие-нибудь задания. У меня ощущение, что не просто быстро делается, а делается невероятно. Вот вам приготовлены такие маленькие открыточки поздравительные, они немножко не в стиле музея-заповедника, они такие технократические. Обычно мы старались какие-то старые образцы брать, какие-то традиционные вещи. И вот такой неожиданный поворот – это вот такие мысли наших художников-дизайнеров. Они принесли мне целый веер вариантов поздравления. Просто невероятно, как можно в течение двух часов столько всего придумать. Это только говорит о том, что сделали с радостью и с любовью. Для меня это очень важно, очень значимо. То, что придется много работать, вы знаете, меня этим уже удивить нельзя, потому что я уже просила прощения у коллектива, потому что в ближайшее время я буду сбиваться и очень часто говорить «у меня в Херсонесе». Но это было бы нечестно, если бы я этого не говорила, потому что действительно у меня теперь есть Херсонес. И самое неожиданное чувство, которое я испытала, это очень боль глубокую от расставания с Херсонесом. Хотя первые полгода была мечта, вот скоро пятница, можно будет взять билет, можно будет прилететь домой, можно будет пройти по родным улицам. А сейчас я утром стою и никак не могу прийти в себя. Я не вижу Севастопольской бухты, я не вижу храм на Красной горке, я не еду мимо памятника Нахимову, я не въезжаю через это удивительное пространство на территорию Херсонеса Таврического. Но это же не значит, что его нет, он же остается. И чем дальше, тем больше появляется глубокое чувство, что что-то мы должны замутить вместе. Владимир Суздальский музей и Херсонес Таврический. Для меня это уже неразделимо. Наши сотрудники мечтают увидеть, что мы там напридумывали в Херсонесе. Соответственно, я столкнулась с тем, что юрист Херсонеса Таврического, очень талантливый мальчишка, ни разу в жизни не был в Москве. Ему 34 года. И я впервые видела, как он реагирует на Красную площадь, как он впервые в жизни переступил порог Гума и увидел знаменитый фонтан. И таких сотрудников было очень много. Мой зам по науке прекрасно знал Ангкор, прекрасно знал памятники Греции, Кипра, Италии, естественно. И выяснилось, что никогда в жизни не была на Золотом кольце. Ни во Владимире не создали, нигде. И вот с этим тоже как-то было немножко неожиданно житься, привыкнуть. Поэтому вот это желание сделать такое соединение от Владимира к Владимиру, от Владимира Крестителя, который сделал свой духовный выбор в Херсонесе, и который первый город, который основал в своей жизни, это был город Владимир после крещения. Наверное, в этом есть какой-то промысел, какое-то значение. И я убеждена, что будут обмен выставками, я убеждена, что будут совместные проекты. Возможно, даже вместе встанем на интермузей, это тоже будет интересно. Ну а что касается Владимира Суздальского музея, был, есть и будет. Несмотря ни на что, работает детская студия «Подсолнышек». Сохранился русский дом. По сути, это одна экспозиция детского музейного центра, которая не претерпела, так сказать, фатальности разбора. И дети каждый день приходят сейчас к нам на праздник и пишут открытки. И вот 3-й Б-класс, 46-я школа, мне сейчас коллеги принесли по моей просьбе. Это открытка сегодняшнего дня. Дорогой Дедушка Мороз, открой нам детский центр. Мы любим ездить в палаты. Нам здесь нравится. Ну, дальше написано очень резко, по-детски. Я выгоню директора, который закрыл детский центр. Ну, здесь так написано. Радикальная открытка. Следующий. Открой нам, пожалуйста, детский центр. Нами здесь занимаются. Верни старого директора. Ну, я не хочу... Не очень мне нравится слово «старый», конечно. Но что делать? Дорогой Дедушка Мороз, пожалуйста, привези нам обратно мамонта. Это наш самый любимый зверь. Он очень красивый и очень пушистый. Все дети его очень ждут. Катя. И она мамонта нарисовала. Дорогой Дедушка Мороз, желаю всем здоровья и счастья. Но чтобы вы не думали, что мы сделали какую-то вам имитацию, я вам показываю, что это написано детской рукой. Дорогой Дед Мороз, пусть всех хулиганов поставят на горох в следующем году. Это значит, что надо делать старорусскую школу, как я понимаю. Сделай так, чтобы мы с классом пришли в старую школу. Дедушка Мороз, очень просим тебя, сделай так, чтобы в музей, в палаты вернулся наш любимый мамонтенок. Мы его очень любим и скучаем по нему. А еще медведи и всех других зверей. Мы снова хотим добывать огонь и играть в охоту. Лицей номер 14, второй Б-класс. Ну, это может бесконечно продолжаться. Значит, понятно одно, что детский центр надо делать. Вы спросили о ревизии, конечно, она проходит. Для того, чтобы понимать, что и как, надо просто понимать, на какой параллели, на какой горизонтали мы сейчас находимся. Тем более, что в настоящий момент в музее идут две проверки. Одна из них финансовая по государственным субсидиям, а вторая проверка касается именно вопроса сохранения культурного наследия, состояния памятников и все, что с ним связано. Я думаю, что мы в следующем году обречены на очень такой напряженный и, надеюсь, плодотворный труд. Самым для меня главным вопросом был, есть и остается вопрос о сохранности памятников. Я читала в прессе взволнованные сообщения о состоянии золотых ворот. К счастью, коллеги в отделе, поскольку замдиректора по реставрации сократили достаточно давно, этот отдел теперь называется отдел капитального строительства, но судья это не меняет. Это отдел, который будет заниматься именно вопросами сохранности памятников и реставрации. К моей огромной радости нужные заявки в Министерство культуры сделаны. Сделаны заявки на проект реставрации золотых ворот. Подана заявка и, соответственно, надеюсь, что получим разрешение на работу по Дому Столетовых. Поданы заявки по Дмитриевскому собору. Вы знаете, там тоже есть некоторые проблемы. Кроме того, сделали заявку по Рождественскому собору в Суздале. Ну, а дальше будем смотреть. Я очень надеюсь, что наше финансовое состояние в следующем году позволит нам, даже если не будет финансирования по программам через Министерство культуры, я надеюсь, что мы сможем какие-то вещи выполнить и за собственные средства. Во всяком случае, восстановление детского музейного центра наверное придется делать за собственные средства, заработанные музеем-заповедником. Кроме этого, я вижу своей задачей достаточно, насколько это возможно, быстрое возвращение музея-хрусталя в Красной Церкви. В настоящий момент уже выполнены новые витрины, их сейчас расставляют. В понедельник, если успеем, в крайнем случае, во вторник будет проведен ученый совет по концепции этой выставки. Мне не разделились. Кому-то хочется кусочек музея-хрусталя из гуся-хрустального с исторической составляющей. Это привычная, традиционная форма. Кому-то хочется показать самые новые, самые неожиданные работы современных художников. В этом тоже есть своя правда. Кому-то хочется показать ретроспективу истории гусевского завода, начиная с послевоенного времени, когда на завод пришла плеяда очень интересных художников из Санкт-Петербурга, и они стали фантазировать, используя старые художественные традиции. И эта коллекция великолепная. И вот будет ресталище, традиционное для научной среды, это нормальное состояние, и каждый будет доказывать свою точку зрения и надеясь, что в ходе этой битвы, а времени на нее очень мало, надо делать музей, родится музей хрусталя, и он будет новым. Что касается детского центра, ну вот дети просят мамонта, ну, наверное, его придется вернуть, у нее такое ощущение, но поймите, что вот просто взять и делать реплику, ну, побелить стены, что-то подновить, возможно, сделать более удобные витрины, и вот так просто идти, абсолютно восстанавливая то, что было, но мне кажется, это не очень здорово, неинтересно. Вот мы зашли в экспозицию старой игрушки, уже новые кадры подросли, девчонки за это время возмужали из детского центра, и они сразу говорят, Светлана Евгеньевна, нам не хватает места, нам нужен интерактивный музей, нам нужно больше пространства, сейчас малышня может лазить только по кораблю, и это ей очень нравится, а у нас родина Великого Лазарева, вы знаете, я теперь вот по-другому ко всему этому отношусь, потому что на воскресную службу я очень часто ходила в собор Святого Владимира, не тот, что в Херсонесе, а тот, что в центре города Севастополя, и стоишь и смотришь на могилы четверых адмиралов, и понимаешь, что один из них наш, Владимирский, а вот юбилей его во Владимире по-моему прошел тихо, никто о нем не вспомнил, а Лазарев для России я даже не знаю, создатель Черноморского флота, факультеты Государственного Севастопольского университета находятся в Лазаревских казармах, и это одно из самых красивых, наверное, ряд зданий, которые я там видела. Там Лазарев на каждом шагу, и перед самым отъездом я была приглашена на торжественное собрание офицерского собрания Черноморского флота, где вниманию присутствующих был представлен памятник адмиралу Лазареву. Дело в том, что он погиб во время войны, он стоял на северной стороне, был очень высокий, и не сохранился. И вот точно таким же, каким он был, есть решение его восстанавливать. И мне кажется, что в нашем детском музейном центре должно найти место для Лазарева, причем во всех формах, и в игровой для детей, и в более серьезной для людей более старшего возраста. в Севастополе, в Севастополе, как нигде, ну не знаю, как это объяснить, в воздухе, в обстановке, там чувствуется боль. Я не могу это объяснить словами. Когда стоишь на Аграфской пристани и представляешь, как люди прыгали на корабли во время Великого Исхода, а ноябрь в Кремле, в Крыму, это ужасное время, это пронизывающий ветер, это холод, это стальной цвет воды, и мне в жизни выпало счастье. Ну, молодая была, дурочка, конечно. Я познакомилась с сыном Врангеля. Он в составе экскурсантов приезжал в Суздаль, и мы сидели на скамейке около крестовой палаты, и он рассказывал о том, как отец руководил погрузкой белых офицеров на корабли, когда они уходили из Севастополя. И у меня даже мысли не возникло взять что-то, записать по свежим впечатлениям, попросить кого-то сделать фотографию, как-то зафиксировать этот момент, ведь только потом уже понимаешь, какую тебе радость дарит жизнь, какие удивительные события и встречи. И я знаю, что Врангель встал на колени, поцеловал графскую пристань и попрощался с Россией. И вот эта тема исхода, она как-то невольно сразу для меня перехлестнулась с темой Ивана Шмелева. А ведь он в этом здании работал восемь лет. Он восемь лет был здесь чиновником по особым поручениям. А мы, если вы помните, из Парижа привезли фантастический комплекс. У нас есть все для того, чтобы восстановить его последний рабочий кабинет. И последнее, что мне осталось, это сгонять, пока искра в землю не ушла у хозяйки, в Париж, забрать его стол и его чемодан. И то, что мы сможем воссоздать кабинет Шмелева даже с той самой последней в его жизни иконой, на которую он смотрел, уезжая в дом инвалидов, ну, разве это не достоинно того, чтобы быть здесь, в детском, юношеском образовательном центре? А сколько еще удивительных имен, событий, впечатлений? Поэтому перед сотрудниками детского музейного центра и перед научным коллективом стоит очень непростая задача. Детей не разочаровать, дать им то, что им хочется, чтобы оно было, и в то же время создать что-то новое. Не скрою, что в этом смысле для меня очень перспективным кажется проект восстановления Муромцева. Вы знаете, что мы этим очень серьезно занимались. и сейчас, когда страна переживает вот такое непростое состояние, я бы никогда не почувствовала, что такое санкции, если бы не пожила в Крыму. Это совсем другое ощущение, поверьте. И мне кажется, что сейчас очень важно найти место, где потихонечку будет собираться русский мир. Вот тот самый русский мир, который когда-то сел на корабли и частично ехал за пределы страны. И мы сейчас думаем о том, что в мире сейчас выросло третье, четвертое поколение тех русских людей. И они хранят архивы, документы, письма, вещи. И очень хочется, чтобы эти материальные свидетельства их жизни, их боли, их чувств, их отношения к Родине к нам потихонечку возвращались. И вот имение Муромцева, хозяин которого стал ярчайшим представителем этой трагедии, оно очень подходит для этой темы. Мы когда читали описание его смерти, когда были в Висбадене, я представила одинокого человека, лежащего в этой маленькой комнате, у которого был дом в стиле замка Луары, у которого были каскадные пруды, заводы, который первый купил динамо-машину фирмы Симмонс, куда-то она исчезла, к сожалению, нам эта фирма писала, просила ее найти. У которого было шесть автомобилей, по тем временам невероятных по своей прогрессивности, и многое-многое другое. И вот он один лежал на этой кровати в Висбаденской гостинице и уходил из жизни в одиночестве. А где-то в далеком Ментоне просила о помощи практически нищая его жена Елизавета, которая, наверное, могла себе позволить все, что угодно, которая проводила очень много времени на лучших курортах европейских. И, конечно, они же шиковали, конечно, они были людьми, которые много себе могли позволить, но это люди, которые построили школу музыкальную. Мы сейчас читаем документы и узнаем о том, что Владимир Семенович Храповицкий постоянно устраивал летние праздники для своих служащих. И даже у нас сохранилось меню тех продуктов, которые он покупал для этих праздников. И надо просто понять, что жизнь бывает очень разной. Сегодня она такая, завтра она другая, но при любых обстоятельствах надо оставаться русским человеком.